Одним из основных аппаратов, которые наиболее часто мы используем на всех вызывах, это электрокардиограф. Мало того, что он более компактный, более, так скажем, легкий в носке по весовой категории, в то же время он имеет память, которую, то есть каждая кардиограмма у нас записывается, остается в памяти. Если какие-то вопросы у нас возникают, особенно у фельдшеров, то есть мы можем восстановить из памяти эту кардиограмму, для того, чтобы посоветоваться со старшим врачом смены, либо с врачами на линии, которые работают, либо с главным врачом. Ну, то есть как бы провести консультацию, если что-то где-то больное непонятен. Оборудование спецмашин современное и удобное, рассказывает фельдшер скорой помощи Наталья Дашевская. Почти вся аппаратура стала легче и компактнее. Еще один плюс – размещение носилок в автомобиле. Теперь их можно передвигать. Так, проще оказывать помощь больному. 19 новеньких карет скорой помощи приехали в Сергеевпосад в середине января. На линию спецтранспорт вышел сразу после супледения всех необходимых процедур. На текущий момент для оказания помощи используются 15 машин. Сейчас вызовов очень много. С начала Нового года практически менее 200 в сутки их не бывает. Два дня назад было 234 вызова при, скажем так, норме 194. То есть нагрузка на бригаду большая. И в целом 12-18 вызовов выполнили бригада. Обновление автопарка прошло в рамках реализации областной программы развития здравоохранения на 2014-2020 годы. Татьяна Трушкина, Феликс Дорохов. День города.